Здравствуйте! В эфире Хабар 24, хроника криминальных и чрезвычайных прошествий дня. С вами я, Анастасия Шайнусова. Сегодня в выпуске. Счет шоу на минуты. История чудесного спасения мамы и детей из Жамбулской области. От 10 до 15 лет тюремного заключения грозит четырем жителям Костанайской области за наркоторговлю. Мужчины организовали в регионе интернет-магазин по продаже дури. Канал поставки удалось пресечь. Веб-шоп работал на протяжении четырех месяцев. Выяснилось, что подозреваемые намеревались распространить на территории области полтора килограмма синтетики. Но кроме сбыта дизайнерских наркотиков, дельцы занимались выращиванием на дому нарко-содержащих растений, задержанным по 27 и 29 лет. Начато досудебное расследование по статье 297 по части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка, либо сбыт наркотических средств в особо крупном размере. На сегодняшний день проводятся необходимые следственные мероприятия. Кошелек или жизнь? В Октябрьской области задержали двух вымогателей, которые, используя силу, завладели чужим добром. По словам потерпевшего, парня угрожали ему жестокой расправой. Испугавшись, тот отдал им 2 миллиона тенге и машину. Злоумышленников 23 и 29 лет удалось поймать с поличным в момент передачи денег. Несмотря на довольно молодой возраст, оба уже были судимы за тяжкие преступления. В этот раз им светит от 3 до 7 лет лишения свободы. Что делать, если у вас вымогают деньги? Не ведите с вымогателем разговоров по телефону, требуйте личной встречи. Важно реально оценить серьезные ситуации. Иногда достаточно припугнуть вымогателя полиции. Собирайте доказательства, которые пригодятся вам в полиции и суде. После сбора информации отправляйтесь в полицейский участок для открытия уголовного дела. Если вымогатель настиг вас на улице, ведите с ним беседу громко. Старайтесь, чтобы на вас обратили внимание прохожие. Хотел приумножить, остался ни с чем. В Акмолинской области начали расследование по делу о мошенничестве. Аферисты из сети кинули 55-летнего жителя Астраханского района на 7 миллионов тенге. Купившись на легенду о легком обогащении, тот оформил 2 кредита и влез в долги. Со слов мужчины он решил попробовать себя в роли инвестора, увидев заманчивую рекламу в интернете. Речь шла о так называемом проекте «Купи-продай». Финансовый консультант заверял Акмолинца в том, что его вложения быстро окупятся и будут приносить нешуточную прибыль. В течение нескольких недель тот перевел им несколько крупных платежей на общую сумму 7 миллионов. Вот только когда заподозрил неладное, было уже поздно. По данному факту начато досудебное производство по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Республик Казахстан. Санкция данной статьи предусматривает наказание ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет, либо лишением свободы на тот же срок. В настоящее время проводится тщательный анализ показаний потерпевшего, изъяты телефонные переписки, квитанции о переводах. Расследование продолжается. К счастью, не обходится и без хороших новостей. В Жамбылской области при пожаре чудом выжила и уцелела семья. Беременную женщину с двумя детьми, рискуя собственной жизнью, вызвалили из огня двое полицейских. Данияр Теналиев и Нурдаулет Нургали. Во время патрулирования улиц поселка Интернациональный Меркенского района, стражи порядка увидели из окна одного из домов густой дым и тут же бросились на место ЧП. Подбежав, услышали женский голос и детский плач. Не колеблясь ни секунды, они сломали окно, пробрались внутрь и вскоре вынесли из горящего дома мать и двух малышей. Сколько бы наркоторговцев, вымогателей и мошенников не было вокруг, порядочных людей все равно больше. И даже один эпизод добра среди обилия тревожных новостей – повод в это верить. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия, то делитесь информацией с редакцией программы «По горячим следам». На этом у меня все. Увидимся на телеканале Хабар 24. Субтитры подогнал «Симон»